Кроме цофиит и звезд типа Рр-Лиры, для определения расстояния в галактике и за ее пределами также подходят и эти скромные звездочки, переменные типа Дельта-Щита. Этот тип переменных был открыт Кэмпбеллом и Райтом в Ликской обсерватории. К июню 1956 года было известно всего четыре такие звезды. Из всей троицы стандартных свечей Вселенной они самые маленькие и дают самые маленькие вариации блеска от трехтысячных до девяти десятых звездной величины на периодах в несколько часов, хотя для разных звезд эти значения могут сильно разниться. Обычно это звезды классов от А0 до Ф5, гиганты или звезды главной последовательности. Переменные дельта-счета с большой амплитудой колебаний блеска до один и две десятых звездной величины и периодом до пяти часов называют иногда А и Велорум, раньше их еще называли карликовые цифииды. Это вторые по количеству источники переменного излучения после белых карликов, только в Большом Магеллановом облаке исследования насчитали до трех тысяч переменных типа дельты-счета. Эти звезды показывают не только радиальные, но и нерадиальные пульсации светимости Нерадиальные пульсации – следствие одновременных движений материала наружу и внутрь поверхности, в отличие от радиальных, вызванных расширением и сжатием всей звезды. У этих переменных богатая гелием атмосфера. Когда гелий нагревается, он ионизуется, становится непрозрачным, поэтому минимум блеска приходится как раз на тот момент, когда высоко ионизованный гелий блокирует часть излучения. Это излучение заставляет гелий разогреваться и расширяться, увеличивая прозрачность и общую видимую яркость звезды. При расширении гелий опять начинает охлаждаться и оседать вниз, и весь процесс повторяется снова. Переменные дельта-счета находятся на полосе нестабильности классических цифиит, двигаясь от главной последовательности в сторону ветви гигантов. Сама дельта-счета испытывает флуктуации блеска от 4,6 до 4,79 звездной величины с периодом 4,65 часов. Другими широко известными переменными этого класса являются Альтаир, Денебола, Бета-Кассиопея. Вега также находится под подозрением, но пока окончательно еще не подтверждена. В 2000 году коллектив авторов при помощи переменных типа дельты-счета и р-лиры во время эксперимента оптической гравитационной линзы OGLE определил, что расстояние до центрального утолщения нашей галактики составляет 7,9 плюс-минус 0,3 килопарсе. И звезды надо мной, что дыры в горизонте, и боги говорят, что мир лишь суета, но ночью боги спят, не спит лишь обреченность, прикрывшись ото всех созвездиям Щ.И.Та. Субтитры создавал DimaTorzok